привет друзья у нас пижамная вечеринка посмотрите это ирина это айгуль у меня все знаете мы хотим сейчас рассмотреть одну очень важную тему это инвалидность детей да и какие психосоматические причины позволяют родителям жить с такими детками мы начали эту тему с того что у айгуль такой ребенок айгуль может немножко рассказать ситуацию что у тебя с ребенком у меня младшему сыну 14 лет у него дцп тяжелой формы он не сидит не ходит не говорит он лежит все понимает ну ничего делать не может то есть это абсолютная вся моя жизнь вокруг него весь мир вокруг него потому что требует очень много внимания и заботы сколько лет ему 14 сколько лет сколько лет он уже так лежит ну было 7 месяцев когда они сделали прививки вот после этого все началось он еще и плохо видит что хорошо что случилось когда ему было 7 месяцев у тебя лично твоей жизни что получилось у тебя лично когда ему не помнишь ну когда я мы сделали прививки а чтобы меня делать прививки но он родился недоношенным и нам как бы сразу их не сделали и все месяцев врач сказала что о его стеной прививки не давайте когда быстренько мы вам сейчас все сделаем получается все прививки которые должны были быть до 7 месяцев нам за один день сделали после этого первое что я заметила над кроваткой есть такая игрушка которая заводишь и она такая крутится а у тебя страх какой-то был из-за того что ты решила в один день все прививки сделать что за ребенка что вы сейчас не сделаю заболеть своими болезнями отдам мера ти же они же пугают ой у вас от того нет прививка от этого нет и как бы я задаю вас что у тебя случилось когда ему было 7 месяцев когда он уже заболел то есть ты делала прививки просто перелом всей моей жизни началась вот эта суета где искать врачей что случилось до того как он заболел до того как заболел у тебя лично твоя личная жизнь потому что он заболел после того как у тебя что-то случилось ну во первых во первых он был недоношенный ты уже сказала во вторых не развивался как обычно ребенок хоть и недоношенный хоть и недоношенный ты опять это повторяешь ты утверждаешь это что он был недоношенный я перевожу тебя ты решила всеми прививками сразу его доносить наверное безопасить от болезни чтобы типа он как когда рождается доношенный ребенок типа он здоровый этими ты подсознание ты такая херак сейчас я сделаю все прививки и он у меня типа будет как доношенный теперь здоровый как здоровый будет как нормальный ребенок который родился в 9 месяцев это я тебе объясняю а теперь что у тебя случилось до того как это случилось в твоей личной жизни с мужем с родителями может со старшим сыном и сыном все в порядке с мужем но я я стала какая-то очень ревнивая я стала мужу все запрещать потому что сама никак не развивалась не работала ничем не занималась только вот сам деть вот это случилось что еще и тут есть ответ уже как сама не развивалась ты себя ограничила да тебе же надо было чем-то заниматься и занятия найти вообще это будет трешевый контент это будет нашла занятия себе ухаживать за инвалидом и сына и сын тебе показывает мама тебе нечем заняться что-то на свою ругать или нет что-то задал бы до долбалась там до папы что он там ходит там ревнует он уже от тебя ходит ревнует такое вернее изменяет там своим родителям давай я обрати внимание на меня отстань уже от них давай вот я сейчас заболею и все и все внимание будь на меня чтобы они хотя бы тебя отдохнула освободились твоего контроля раз ты так хочешь чем-то заниматься ну занимаешься тем что ты контролируешь их запрещаешь им то есть они же взрослые люди контролировать их сложно поэтому ребенок на себя взял функцию а я маленький меня как раз по праву рождения контролировать маленького нужно и хорошо и будет но там что-то еще произошло конкретно со мной до что там ну да была измена мужа почему что произошло что он ну потому что я стала такая требовательна у нас дети и ты должен сидеть дома потому что он был весь такой активный у него кипела жизнь а у меня как то есть и получается мужа дома посадить не получилось нашла на комат играться и кого посадить к слову по психосоматике у кого дети инвалиды да это мамочки которые находят не находят вернее смысл жизни в своем существовании до своем развитии им чем-то нужно заниматься и у айгуль такая же история подтверждающая вот эту психосоматику который пишут люди луиза хей и давлатов и так далее они тоже пишут об этом что мамы с детьми инвалидами находят себя над кем сидеть как как это быть нужной полезной сидеть и трястись и всегда было вот за кем заботиться о ком очень много выгод когда ребенок инвалид я хорошая мама посмотрите как я забочусь очень много внимания к своей персоне я такая вся молодец я тут свою жизнь положила на жизнь ребенка я я пошли огорода него обошли выгоды ради себя ты стала это делать не ради него потому что ты стала есть но мне казалось ты стала ездить ты пошла внимание у тебя стала фонд инвалидов ты стала получать пенсию все эти привязки которые у тебя блага стали идти тебя стали идти блага да то есть я не работаю теперь а есть причина получать пособие работа если мой сын за меня работает он лежит и получает деньги извините что я буду работать я их и так получаю у меня сын вот за меня работа ничего делать не надо я сижу только дома и не меня там пожалеют меня меня там пожалеют огород меня не позовут копать мне там она ему на лечение надо я увижу хорошую страну я там мечтала побывать я поеду это подсознание то это не ты так думает это так вот нутро твоего знания скажем такое думает ты все начала получать и через ребенка через вот этой инвалидности то что ты хотела получить от мужа потому что были считали что я сильная что я вот справляешь то есть твои желания получается все исполняются да ты сильная ты умная ты мудрая на молодец ты молодец тебе никуда не надо ходить работать тебе никуда не нужно вообще ходить ты хотела сидеть дома ты сидишь тебя жалею и ты когда своей жизни не занимаешься естественно ты занимаешься ребенком ребенок тебе подыгрывает ребенок взял на себя все то потому что дети они как и животные я за тебя болезни родители я я не могу видеть я перевожу внутренность что тебе транслирует ребенок энергетически мамочка и ни одной слезинки твоей не хочу видеть хочешь вот так я тебе вот ляжу и выше деньги получать будем поедем и то и все ну типа только вот только не окорчайся и он ну только не окорчайся вот хочешь так не можешь ты по-другому поиметь то что вот это я я тебе помогу понимаешь то есть ребенок на себя взял функцию спасатель но ты его спасателя он реклама рекламирует говорю отражает тебе такую же функцию спасательства то есть он тебя спасает а ты как бы его друг друга зеркалить меня и всех спасать его спасает нас спасает тебя не это понять одно в реальности то она как бы посмотрите я же тут его спасая же за ним пекусь я же его не даю ему не внешне а внутренний ее душа допустим говорит что она спасает себя от чего они дают внутренне отражать внешне дай бог сейчас я не буду получать пенсию не дай бог я мне же я же не поеду туда и не буду в этом сообществе у меня пропадет внимание ко мне внимание пропадет меня позовут на огород копать меня уже жалеть не будут у тебя столько этих жгутов и привязок выгод 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 сидеть чтобы выгод чтобы это ты делаешь его не большая при вообще предисловие с почему мы стали это видео записывать айгуль говорит на или сделай пожалуйста видео для нашего сообщества инвалидов ты кто там организатор член организации сообщества инвалидов там очень много мамочек детьми инвалидами различным да я так понимаю заболевания разные вот но вся суть да у кого нужно ну кого дети да и где нужно все время вот сидеть и за ними следить и где они сами не дееспособны агре сними видео я же так но обожаю этот клуб всем там помогут ратата представляете она там нашла свою тоже нужность как только ира просто вообще просто ворвалась в наши разговоры такая айгуль выходи выходи с этого клуба объясню клуб смотрите там все инвалиды дети это клубок более дома который который все больше и больше этот клубок потому что инвалидность это болезнь боль и вот этот вот когда он растет и растет потому что туда входят все входят и входят со всего мира вот входят и входят а он растет и растет этот клубок я говорю айгуль зачем ты идешь в эту боль ты идешь в эту боль в этот клубок зачем тебе нужно вот обрубить привязки да у меня сын не инвалид зачем я сюда хожу обрубить привязки все то есть он здорово уже подсасываться сын от этого жгута который к фонду не будет а он энергетически он от этого клубка боли от этого сообщества он питается этой болью внимание туда столько и у меня сын инвалид у меня сын инвалид и вас тоже пожалею себя я пожалею а тебе нужно перестать видеть сын инвалида а то что это просто учитель который пришел тебе в жизнь помочь увидеть себя то есть он через внешние показывать тебе внутренним правильно говорить о том что все что ты делаешь да это внутри твою нутро то что у нее сидит о чем кричит уже внутри меня горит кричит но она не осознает это и не может сказать ей ребенок это внешне показывает просто вот вторая привязка ира сразу такая так она говорит но я же вот блин ну мне же деньги дают я езжу я же и там была и в америке и в германии там и в индии там я же вожу его лечила я люблю путешествовать она по-другому не может путешествовать это привязка момента нигде не было кстати пока заболела подожди ты сейчас в турции без ребенка первый шаг сделан ты можешь путешествовать оказывается без него в последнем время путешествует они оставляю его с мужем горячь нигде не было да и еда потешит нет я сказала до этого пока ребенок не заболел я нигде не было я только вот по татарстане как только появился это болезнь я его повезла в германии какую привязку тогда тебе надо разорвать еще с поездки не ездить для себя они на лечение ну как минимум да хорошо давай третью привязку но я же не работаю да так как у меня ребенок инвалид я не могу работать поэтому получаю пособие давайте так я и не могу если как-то не можете а рук нет ног что ли в языках ты можешь работать людям у дома разве инвалидом в петербурге я не могу работать я не хочу работать ты не инвалид у тебя все есть но ты не можешь работать ты внутренний инвалид это сейчас будет трешевая привязка треш контент говорю не слушайте те у кого там больное сердце она получает пособие по инвалидности и что и нужно сделать отказаться от этого пособия и признать своего ребенка здоровым самой сначала вот и отказаться получать пособие по инвалидности у меня сын здоровый я сама могу она говорит а как я откажусь на 25 тысяч рублей это же ему на пеленке это смотри так они он понимаешь эти деньги ему будут на пеленке ты откажешься и мама мне не нужны пеленки уже не получает эти деньги я не хочу в пеленках ходить не иди ты за этими деньгами потому что я хочу без пеленок ходить а ты идешь за этими деньгами покупаешь ему пеленки приходится ему лежать в пеленках понимаешь не будет пеленок не будет пеленок он слава богу слава тебе господи я могу без пеленок быть мы сами держим его в этом ограничении я вот смотрите я и задала вопрос буквально вот на балконе это вопрос ради чего ты готова что ты готова сделать для того что твой ребенок пошел и заговорил вот утром пришел утром сказал мама доброе утро поцеловался пришел да что ты готова ради она говорит на все она говорит на все игру хорошо на что на все у нас все игру на что на все чем-то готова пожертвовать а пожертвовать все я говорю значит и не готова не на так и хочешь чтобы она стал раз ты не готова пожертвовать все ты не хочешь ты не можешь отказаться от чего на что эти вписи на что на все я говорю чем ты готова пожертвовать а ты говоришь а пожертвовать все у тебя даже не не поняла что ты сказала но ты правильно сказал то что это внутренность то я сказала правду эту то есть я готова отказаться от инвалидности чтобы не получать пенсию пособие пойти работать самой и бесплатно там много в принципе просто вот жгутами если пеха у тебя смотри сердечный центр это это солнце это любовь и радость мы отсюда во всем людям даем а ты у тебя она зашито и привязаны жгуты к поездкам к фонду к пенсии за то что ты мой дешево позиции обычное место там тебя показали на телевизоре или что у тебя сынули известность внимание ты привязана помощь от других не это все нахер не надо на самом деле да и конечно видишь план у меня был здоров еще раз чем-то готова ну да ты чем ты готова пожертвовать ради того чтобы ты готова все ну любая мать ради ребенка всем готова отказаться от всего от всех благ от всех благ она сидеть кушать хлебушек и воду да и видеть как подходит твой ребенок и с тобой сидит кушать готова мам как клево с тобой посидеть самим рукой взять с тобой выпить это как воды покушать хлеба ты готова не поехать на поршебленном на этом понимаешь когда ты будешь дуривишь это и будешь готова к этому прям снимая я готов я же не отрицаю я готова я сейчас допустим приезжаю домой отказаться с хорошей мамы и готова конечно от внимания самое главное не это поднять еще самое главное там вопрос ты готова дать ему свободу выбора его души вот что захочет его душа если она захочет куда-то ты готов к этому отпустить его отпустить чтобы он сам справился и решил и решила его душа здесь или быть здесь ему или нет таким образом быть здесь здоровым или не здорово отпускаю пусть будет таким каким он хочет быть как нельзя если его душа не захочет здесь оставаться ты готова к этому принять выбор его души да не он а его выбор он так его душа выберет он так выберет ты его держишь да он трясется у него нет обмой одевали ты трясешься над над ним да и он его нет выбора и он не может шагнуть ни влево не вправо ничего сказать не что-то сделать потому что ты как бы его в тисках так держишь я за тебя боюсь я тебя никуда не отдам ну как куда ты отдела гоника отпустить что если он выбирает умереть что это его опыт этой воду салон добирать и не волнули не можешь ты сейчас за него выбираешь вы ей не решая наверное эти моменты если там господь решит что он душа своим наблюдением но мы своими мы выбрали не даешь даже удерживаем своим выбором не надо вот не наблюдать вот не смотреть за ними вот ты мне даже он но вот он захочет блин сам упадет он там с кровати но это он сам он будет пытаться подняться как ребенок маленький пробовать упал опять может у него паралич вот как потому что ты говоришь он не может ты уже решила за него он не может это ты решила за него что он не может это ты решила за может поменять мне когда ты ряд скажешь он может у меня сын здоровый он может все чё я блин вот упадет он будет сам подниматься он будет там сам стараться ему самому от и колбу это снимешь свою вот эту контроль и опеку он начнет вот так вот у меня в лет руки есть стенки нету как они блять у меня есть руки морально ноги я могу задать ему новая настроить что я настроить армии принять хорошо я принимаю во первых тебе нужно подожди первое тебе нужно признать что это ты контроль что это ты посадила его инвалидом тебе нужно признать что это ты сделала его инвалидом после этого тебе нужно принять его выбор и отпустить если ты его отпустишь но ты это не признаешь хорошему не случится потому что ты не признала что это ты виноват я уважаю его выбор при этом ты также его кормишь там поешь все делаешь ты твои домашние обязанности никуда не девается да но у тебя состояние внутренние которые с которым ты это будешь делать другое и взгляд другой и видение другой этой ситуации у тебя внутри должно это поменяться внешний да там у нас покушать естественно ты делаешь его покушать это как бы нормально но внутри ты его будешь кормить не потому что он не может покормиться сам потому что я мама и я хочу покормить и она хочет он есть не хочет он сам решить в моменте сынок иди сам сделай себе чертон хочет иди сам себе ну ты просто шутка так говоришь и для себя знаю что конечно ты же внутри как ты говоришь ты внешне сказала а в море нет я принимаю его выбор хочет он быть здоровым пусть хочет уйти из этой жизни хочет он уйти из этой жизни почему он купил опять решила хочет он уйти из этой жизни он не хочет может уйти он там решили сейчас есть я тоже это принимаю какую-то дырку я опять возвращать к самому началу ты им какую-то дырку свою закрылой которые эти спрашивают и не говоришь мне это боль такая что ты ее даже забыла она там утрамбовала как бы даже забыла сохранить брак какую дырку почему бы нет что мужу станет меня жалко оставить не с таким ребенком нет что муж тебя просит вдруг изменит и бросит найдет другую а тут блин у меня же будет сын инвалид он меня просит не бросит он всегда теперь будет со мной сейчас я говорю тогда тогда да вот слава тебе было другой не может быть а я ж тебе спрашиваю тогда я да мне был и так боялась я жидко смотри ты сейчас держишь своего сына также как ты держала тогда мужа но ты не смог не смогла я не хватило энергии сил это сделать и питая делаю проще вот так для нее это проще какие руки какие уроки заговорились еще дает сын инвалид или дочь инвалид ну ладно ребенка не скажите какие уроки еще мама может закрывать ребенок ну допустим до его болезни у меня ценности будут руки у меня была такая гонка квартиру купить лучше машину купить лучше когда он заболел когда нужны были на лечение я понимаю что вот это все это не так ценно а что ценно ну и чтобы все были здоровы все опять за всех решила опять за всех решила я думала опять за всех ты решила а эти у тебя смотри ты хотела раньше у тебя гонка была квартиру там машину хорошую это у тебя сейчас есть хорошая квартира хорошая машина это у меня все есть но у меня уже нету такого стремления подожди ты со подожди вот да но да она у тебя теперь есть она у тебя появилась вот этим способом вот таким вот ты хотела у тебя не получилось гонка это у тебя вот тут вот теперь вот таким у тебя это получилось но теперь она тебе не не ценно она могла быть у меня и если но не было же не было же было просто хотел слушать и тебе про ценности что до этого мне все а ребенок показывает что можно даже и больной больным жить и существовать просто ты ты просто вот сейчас говоришь по поводу я хотела чтобы все были здоровы и тебе люди показывают а чтобы жить не обязательно быть здоровым и это тоже не так важно хорошая квартира хорошая машина если мы куда-то надо лететь путешествовать но он не ходит и не говорит если ему надо самую лучшую еду не принесут а еще я все можно благодаря ему я увидел что можно любить просто так вот взаимно он потому что он не может сказать а ребенок это отражение твоего внутреннего ребенка чему-то он в итоге тебя научить-то пришел не может быть и маму а ты себе когда не говорила я себя люблю когда ты себя последний раз убила своего внутреннего ребенка ты маленькую а и гуль когда последний раз любила как это любить себя ребенка ну а как это вообще себя любить мне кажется я люблю тебя я позволяю ты говоришь чтобы все были здоровы что все были счастливы о себе ты когда не вспоминаешь ну вот например дети дети любые дети у любых людей уходят раньше родителей чтобы освободить место родителям для себя когда родители живут чужой жизнью жизни детей жизнью мужей вот когда женщина начинает жить жизнью мужика ну потому что вся в нем он обязательно уйдет она останется одна если мамочки рожают детей для себя и живут ради вот ребенка но то не для себя и делают вид что вот это для ребенка все они своей жизни не занимается а пытается построить жизнь ребенка выбирают за него решает за него ребенку придется в любом случае уйти и не знаю быстренько там свалить сбежать из дома их там украдут или они умрут или они там не знаю в 14 лет заберем убегут еще не успеешь насладиться то есть когда вот этой нету когда ты родил ребенка да ты все ты должен его отпустить уже делать свои выборы твоя задача просто показать ему как двигать ручками ножками пока он не дееспособны учиться в социуме адаптироваться и все 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 остальные выборы это его но когда родители за него решают дети уходят и чем больше страхов в боже ну как же она сейчас выйдет на улицу вдруг там ножку сломает или там вдруг украдут как мне мама прикалывала сейчас поешь в турцию тебя там сразу украдут вот они обрекают детей на несчастье сразу же из себя потому что они своей жизни не живут и детям не дают но как только они отстали от детей с собой только занимается и с вниманием к себе любят себя и выбирают себя ставить на первое место то есть твоя айгуль маленькая там не знаю трехлетняя должна быть на первом месте у тебя сначала твои желания потом желание всех остальных вокруг тебя не ну и он тебе же другой транслирует нет желание свои это одно исполнять себя любить вообще не другое во-первых разговор был разговор про ее папу но это просто спонтанно пошло началось про там это и она начала рассказывать а просто рассказала про подругу вот мою подругу папа растил как принцессу там то блины это это и вот она прям вся такая а я переключу